Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Гульнур Жакин. Сегодня в программе. Сегодня карагандинцы празднуют первый день Ораза Айта. Ранним утром в центральной областной мечети было не протолкнуться. Прихожане собрались на Айт-намаз. Семья из поселка Угольный вот уже 10 лет не может получить жилье от государства. Уралманы, которые вернулись на нашу землю из Турции, хотят лишь одного – выделения им небольшой жилплощади. Первый заместитель Акима области Аслбек Десюбаев рассмотрел итоги экономического развития региона за первое полугодие 2015 года. Сегодня карагандинцы празднуют первый день Ораза Айта. Ранним утром в центральной областной мечети было не протолкнуться. Прихожане собрались на Айт-намаз. Ораза Айт называют малым в противоположность большому празднику жертвоприношения Курбанай. В эти дни дарят подарки, обмениваются традиционными блюдами с ближайшими соседями. Наступает он после священного месяца Ораза. Собравшихся в мечети мусульман поздравил и Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Молитва имамов сменилась праздничной программой на улице. Жители города перетягивали аркан, состязались в армрестлинге и боролись. Шесть утра, казалось бы ранний час, но в центральной областной мечети уже нет мест. Прихожане собрались на Айт-намаз. Участие в утреннем намазе первого дня Айта дарит верующим отпущение грехов за месяц. Поэтому все стараются не пропустить его. И Сергей Полимов приехал в новую мечеть из Пришахтинска в пять утра. Для того, чтобы попасть сюда вовремя, ему пришлось взять такси. Мужчина в этом году впервые держал пост. По его словам, первые дни были трудными, но потом тяжесть прошла. В этом И Сергей видит помощь Божью. Священный праздник Айт встретит с семьей. Обязательно пройду семь домов и поздравлю всех. Начну прямо сейчас со своих детей, поделился он. Батырбек Махмутов любит встречать праздник Айт в мечети. По его словам, в этих стенах он получает особую энергию. Мужчина работает в торговле, но специально по случаю Айта сделал для себя выходной. Сегодня вместе с семьей планируют посетить родственников и поздравить их. Три дня Айта мы с семьей празднуем активно, накрываем Дастархан, ходим в гости к родственникам. Наши двери также открыты для гостей. Выразить свое почтение священному Айту и прочитать намаз приехал в мечеть Иакима области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона поздравил присутствующих с праздником. «Хочу поздравить всех с праздником Ораза Айт. Желаю всем счастья, мира и спокойствия. Ведь ислам – религия добра. Об этом неоднократно говорит наш глава государства». После прочтения намаза все желающие смогли отведать угощение в юрте. Собравшиеся с нетерпением ждали спортивных мероприятий. Национальные виды игры, как Аркан Тарту и Казахшак Курес, вызвали у всех бурю восторга. «Поздравляю всех, поздравляю всех наших мусульман в нашей области с таким священным праздником. Желаю им всем всего наилучшего». В священный месяц Рамазан принято заниматься благотворительностью. Долг каждого мусульманина – дать Петер Садака – пожертвование. 200 тенге с человека. По словам Умерзаха Беккожа, в этом году благих дел было больше, чем обычно. Неизвестный человек, не пожелавший огласки своего имени, даже подарил трехкомнатную квартиру многодетной матери. Главный имам в своей проповеди пожелал, чтобы таких людей было больше. А имам Ринаул Жаскаббасов Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Праздник Ураза Айт отметили и в мечети села Бутагара Бухаржуровского района. Предрассветный намаз собрал мусульман с шести утра. После прочтения священной молитвы люди играли в национальные игры и состязались в быстроте и ловкости. Около ста человек собрались сегодня в центральной мечети Бухаржуровского района в селе Бутагара. Все они пришли прочитать намаз и встретить рассвет первого дня Ураза Айта. Напомним, Ураза Айт – это мусульманский праздник, который длится три дня. В эти дни семьи пекут шельпек, лепешки, угощают друг друга и ходят в гости. А еще считается, что в эти дни души умерших приходят к своим близким. Увидев шельпек, они остаются довольными и уходят в свой мир. Шельпек пекут на масле и читают над ним Коран. Каждый верующий мусульманин должен отведать его хотя бы в семи домах. Традиционно в эти дни вспоминаются национальные игры. Не исключением стали и прихожане мечети Бухаржуровского района. Сегодня я участвовал в соревновании по армрестлингу и победил. Здесь соревнуются как любители, так и спортсмены, начиная от подростков, заканчивая старейшинами села. Поздравляю всех с Ураза Айт. Желаю мира и спокойствия в нашей стране. С каждым годом увеличивается количество молодежи, которые посещают мечети. Многие из них держали пост. По словам имама мечети Амамбул Кажи Мукаева, по пятницам в Божьем доме собираются около 200 человек. Завтра мы будем проводить борьбу по Хазаха-Крест. После обеда у нас планируется футбол. Ну, такие спортивные мероприятия. На все это предусмотрены грамоты, определенные суммы там, денежные в эквиваленте. И на память какие-то, можно сказать, фурнитуры. Все участники получили благодарственные письма. Спортивные состязания продлятся несколько дней. Аймамрина Жасуламу Кулбеков, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Семья из поселка Угольный вот уже 10 лет не может получить жилье от государства. Уралманы, которые вернулись на нашу землю из Турции, хотят лишь одного – выделения им небольшой жилплощади. Семья живет за счет пособия, которое им выделяется за содержание несовершеннолетних детей. Все подробности далее. Глава семьи Абдулла Ишик, чтобы прокормить свою семью, работает мастером по ремонту обуви. В день зарабатываю по 500-600 сенге. Еще и за аренду помещений платить надо. Бывает и так, что домой прихожу с пустыми руками, говорит мужчина. Нам 13 лет назад Акимат выделял квартиру. Но через три года объявились настоящие владельцы. И мы снова остались без крыши над головою. Вот уже 10 лет мы стоим в очереди. В последнее время мы уже не ходим в Акимат. Знаем, все равно скажешь, что очередь до нас еще не дошла. На родную землю они вернулись в 1999 году и с тех пор еще не видели своего уголочка. Все бы ничего, да вот детей жалко. Сколько лет они скитаются с одной квартиры на другую, говорит Абдулла. Сейчас семья проживает в доме своих знакомых. Смотрит за состоянием жилплощади, сажает огород и занимается хозяйством. В этом доме мы живем уже 4 года. Хозяевам не платим. Да и платить-то нечем. Заработанных денег едва хватает на питание. Все это они хорошо понимают и сказали, что мы пока можем здесь жить. Самая большая мечта этой семьи – получить свое законное жилье. Они верят и надеются, что наступит тот самый долгожданный день, когда они отпразднуют новоселье. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Ну а впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Карагандинской области появится новый завод по сборке уличных светодиодных светильников. В год это предприятие намерено выпускать около 10 тысяч различных приборов освещения. Сегодня в областном Акимате члены Координационного совета во главе с Акимом области Нурмухаммедом Абдибековым обсудили все нюансы производства и рассмотрели ряд других бизнес-планов. А еще присутствующих заинтересовало строительство пекарни в Жасказгане и гостиничного комплекса в Актугайском районе. За ходом обсуждения следил наш корреспондент Айма Амрина. В зале областного Акимата бурные обсуждения. На суд заседающих вынесено 12 проектов. Все они представляют разные отрасли экономики и социальной сферы. Особое внимание и одобрение присутствующих привлек бизнес-план завода по сборке уличных приборов освещения. По словам докладчика Тимура Купешева, на все это им нужно чуть более 100 миллионов тенге. 46 из них у предпринимателей есть. Все это благодаря траншу из фонда Дому. Для начала они планируют создать 25 рабочих мест. По цели проекта является организация спорочного производства с долей казахстанского содержания свыше 60% для реализации продукции нефтяным компаниям, национальным компаниям, Акимату города Алматы, Акимату Кузландинской области, другим госучреждениям. Кроме того, бизнесмены хотят вытеснить с рынка аналогичные светильники китайского производства. По их словам, новые будут качественнее. Отдельное внимание собравшихся привлекли идеи создания пекарни в городе Жасказган и гостиничного комплекса в Ахтагайском районе. Они должны заработать уже в 2016 году. Все предложенные к рассмотрению 12 бизнес-планов были одобрены. В Управлении предпринимательства направить список одобренных проектов в рамках единой программы дорожной карты бизнеса 2020, фонд развития предпринимательства ДОМУ и банки второго уровня и Акиматы городов и районов для проведения соответствующих процедур. Одобрение есть, но это лишь самая малая часть предстоящей работы для предпринимателей. Теперь им придется напрячь все силы и затянуть пояса потуже. Ведь реализация каждой идеи будет на тщательном контроле государства. Аймам Рина, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На селекторном совещании у первого заместителя Акима области Аселбека Дюсибаева рассматривались итоги экономического развития региона за первые полугодия 2015 года. За этот период завершена модернизация доменной печи номер 3 акционерного общества Арселор Миттл Кимиртау, о чем было доложено главе государства в ходе республиканского телемоста к однему индустриализации. Стоимость этого проекта составила более 170 миллионов долларов. Из 10 проектов карты индустриализации, запланированных на текущий год в первом полугодии, запущен один проект в городе Шахтинск. Это изготовление брусчатки, строительных материалов инертной пыли ТОК «Строймарт» 2050. Общей стоимостью 499 миллионов тенге с созданием 118 новых рабочих мест. Всего с начала года произведено запущенными проектами карты индустриализации продукции более чем на 33 миллиона тенге. Это 5,5% от объема промышленности региона. В агропромышленном комплексе объем валовой продукции составил 44 миллиарда тенге. На 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. Объем торговли составил более 268 миллиардов тенге. 1347 семей получили новое жилье. В местный бюджет поступило налогов и других обязательных платежей на 54 миллиарда тенге или 103% к плану. Анализ цен на продовольственные товары показывает, что с начала года отмечается снижение потребительских цен на муку первого сорта, мясо, кур, молоко, яйца, сахар. За этот период создано около 4000 рабочих мест. Душевые денежные доходы населения возросли на 6,8%, а заработная плата на 9,2%. Продолжается строительство социальных объектов, школ, больниц, детских садов. По отдельным окраслям, это у нас строительство и инвестиции, имеется снижение по объему строительных работ, 78% от жилья, 95%, инвестиции в основном капитал 97%. Учитывая, что область глубоко интегрирована в мировые экономические процессы, то надо учитывать прогнозы развития мировой экономики. Такая работа ведется, расставляются приоритеты развития региона. Количество животных, занесенных в Красную книгу, заметно умешается. Только архаров на территории Карагандинской области осталось не больше 6000 особей. По официальным данным, число сайги снизилось почти на 135 тысяч голов. Редкий животный мир региона попытался изучить наш корреспондент Николай Кровец. Специалисты Карагандинской инспекции лесного и охотничьего хозяйства проводят большую работу по охране животных, занесенных в Красную книгу. Среди них есть даже птицы. Это стрепец, стрепной орел, сокол. Вызывает беспокойство и уменьшение количества казахстанского горного барана. Это один из видов копытных животных. В народе их называют архарами. На сегодняшний день их количество составляет не больше 6000 особей. По большей части это антропогенный фактор. Ну то есть воздействие человека и наступление именно жилищ на его территорию, ареал обитания. И по большей части это браконьерство было. То есть отстрел ради охотничьих трофеев, ради мяса и так далее. Между тем на грани исчезновения такой вид антилопы, как сайга, начиная с 2001 года правительством страны на охрану сайгаков выделялось около 14 миллионов тенге. С 2005 года финансирование увеличилось в несколько раз. На данный момент сайга не включена в Красную книгу Казахстана, но ее численность сегодня вызывает опасения. Особенно в связи с падежом, как, наверное, уже вы слышали, в этом году более половины битпагдалинской популяции, самая многочисленная была, исчезла с лица земли, пока причины не названы. А количество сайгаков? Количество было на прошлый год 216 тысяч битпагдалинской популяции. В этом году, получается, пало 134 тысячи по официальным данным. Как отмечают специалисты лесного и охотничьего хозяйства региона, на озере Балхаш снижается число осетровых животных, среди которых шипа. Она считается ценной промысловой породой. Данный вид рыбы был привезен из других водоемов еще в 80-х годах. Сейчас ее численность заметно сократилась. В настоящее время инспекция предпринимает все необходимые меры по восстановлению численности данного вида рыбы, шипа. То есть, это проводится оперативно-рейдовое мероприятие по выявлению пресечения фактов браконьерства. В данное время вылов осетровой рыбы в Казахстане запрещен вообще. При обнаружении таких фактов возбуждается уголовное дело и накладываются большие штрафы. Кроме установленных наказаний, предусматривается ущерб, нанесенный окружающей среде. За это насчитывается дополнительная плата. Только такими мерами можно сохранить исчезающий животный мир, говорят специалисты Карагандинской предохранной инспекции. Николай Кровец, Эденжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Предварительное слушание по уголовному делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова и других бывших высокопоставленных чиновников Карагандинской области, обвиняемых в коррупции, состоится 27 июля в Караганде. Об этом сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Карагандинский шахтер оштрафован на 600 тысяч тенге за оскорбительные выкрики своих болельщиков в адрес судей матча. Директор футбольного клуба Сергей Егоров такую строгую меру считают несправедливой. Ведь нарушили не футболисты. Что же предпримут дальше шахтеровцы, узнавал наш корреспондент Айма Марина. Инцидент произошел 5 июля на нашем стадионе при игре с алматинским Кайратом. Футболисты шахтера в этот день потерпели фиаско 5-0. Кто-то из недовольных зрителей обозвал судью обидным словом. Определить, кто это сказал, наблюдатель из Федерации футбола не смог, но тут же записал все в протокол. Результат – штраф 600 тысяч тенге. К слову, алматинцы тоже не остались без придирок. К футбольному клубу Кайрат применили санкцию в виде штрафа в размере 150 тысяч тенге. Они в этот день отличились использованием пиротехнических изделий. По словам директора футбольного клуба «Шахтер» Сергея Егорова, сейчас они подали апелляцию на это решение. Пытаются хоть как-то уменьшить сумму. Но наказать как-то того самого зрителя они не могут, а из-за него страдает клуб. Теперь руководство карагандинского шахтера и стадиона продумывают установку камер видеонаблюдения на трибунах. В скором времени болельщиков будут снимать, после чего любителей крепкого словца будут наказывать штрафами. А пока же шахтеровцы просят своих фанатов быть благоразумнее. Только просьба вести себя дисциплинированно и поддерживать, и помогать футбольному клубу «Шахтер». Конечно, с другой стороны, я и понимаю болельщиков. Футбол для того, чтобы выразить свои эмоции. Может быть, это слишком жесткие наказания федерации футбола, но у них есть такой регламент, и они по этому регламенту работают. Может быть, со временем его удастся изменить. Но на данный момент вот такая ситуация. Поэтому из-за каких-то мелочей просто клуб страдает. Акимобластин Румухаммед Абдебеков когда-то в 90-е годы оставил бизнес ради государственной службы. Об этих своих страницах жизни он поделился с выпускниками и студентами программы «Булашак». Глава региона призвал молодежь, обучающейся за рубежом, бросать вызов жизни и идти работать в государственные органы. Еще одним живым примером он назвал своего заместителя Ануара Ахмеджанова. Проблемы есть, но может быть, теми интереснее работают, когда есть вызовы, на которые надо отвечать. Десятки студентов и выпускников заграничных вузов приехали сегодня в областной Акимат, чтобы встретиться с главой региона. Многие из них считают, что личная встреча необходима. Они привезли с собой массу идей. Один из таких активистов, Олжа Сулейменов, обучался в Китае. Уроженец Шетского района, когда-то будучи школьником, поставил себе задачу прославить свой регион. Несмотря на свой возраст, 25 лет парень автор сочинения на китайском языке «Глобал Ситизин», который удостоился звания лучшего в ООН. Писатель вложил в это название смысл «Человек мира», так как считает, что каждый казахстанец достоин такого звания. Как один из великих политиков, мировой политики сказал, каждый из нас должен задавать вопрос себе. Не то, что страна может сделать для нас, а что мы можем сделать для страны. Вы сказали, проблем немало. Мы от души искренне болеем за наш регион, за нашу родину, за нашу родную землю, за Карагандинскую область. Булашаковцы были заинтересованы трудоустройством в нашей области. Многих волновало, какие перспективы их ждут здесь. Ведь большинству выпускников поступают предложения работы из соседних стран. На что глава региона ответил, что условия поступления на госслужбу равны для всех. То есть сначала нужно сдать тесты, а потом пройти собеседование. Устройство на госслужбу, оно не дифференцирует людей. Ты по полуша в программе закончил, сам учился, или там у нас же есть и другие программы. Заседание хоть и долгое, но плодотворное. Несколько выпускников смогли заявить о себе и поделиться идеями. В основном они касались бизнес-инвестиций из-за рубежа. Молодые рассказывали о своих заслугах и предлагали услуги как посредников, так и координаторов будущих проектов. Некоторые даже получили приглашение на работу от Акима области. К тому же чиновники задумались о проведении джоп-фая, ярмарке вакансий для остальных перспективных претендентов. Аймамрина Уржас-Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных, Аман Сауэллгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова